Всем привет ребята, вы на канале Бомбилка Лайф и сегодня у нас на обзоре представитель французской ветки ФАШАБ, а именно АМХ АЦ-48. Поговорим про особенности этой довольно интересной барабанной ПТшки, обсудим характеристики, плюсы и минусы, как на ней играть и вообще как она себя чувствует сейчас в игре. ПТшка, годная ли это ПТшка или нужно ее пройти, продать и забыть. В общем сегодня все решим, про оборудование конечно же тоже расскажу, но перед началом обзора буквально минутка информации. Во-первых, в последние 20 секунд этого видоса вверху справа на экране будет подборочка с обзором на всю ветку ФАШАБ. Там вот вся ветка вот этих французских ПТ, обязательно зацените. И еще один момент, если вы прямо сейчас подпишитесь на канал и включите колокольчик в режим всеуведомления, зайдите после этого ребят обязательно в раздел плейлисты и посмотрите какое огромное количество там подборок, какое огромное количество танков. Не, вот вы подпишитесь, колокольчик поставьте в режим всеуведомления и потом уже проверьте, там именно для подписчиков они открываются. Чтобы найти, нажимаем на название канала внизу Бомбилка Лайф и вверху там на главной странице будет раздел плейлисты. Ну или же подборка вот на ФАША например будет в последние 20 секунд справа, но тоже только для подписчиков, поэтому надо подписаться, потом смотреть. Ну а мы начинаем обзор, начнем с характеристики по топовому орудию, сразу пройдемся, потому что именно здесь та самая барабанная пушка, которая вроде бы должна являться фишкой танка. И давайте ее подробненько разберем. Три типа снарядов, ББшки, подкалиберы в роли голды и также есть фугасы. Вот наш герой в этом бою довольно много их возит, видимо любит фугасиками иногда постреливать. По урону мы имеем 400, средний урон на ББ, бронебойного снаряда подкалиберного тоже 400 и средний урон фугаса 515. По бронепробиваемости на обычных снарядах бронебойных у нас 257 миллиметров, на голде 325 миллиметров бронепробития и на фугасах мы имеем, ребята, 65 миллиметров. Что по скорострельности, давайте глянем. Скорострельность пушки 4,57 выстрела в минуту и урон в минуту, учитывая все перезарядки, получается у нас 1827 единиц. Но стоит отметить важный момент, у этого орудия, ребята, барабан. И, собственно, барабан на 3 снаряда. И что мы имеем, какие показатели по этому барабану, давайте посмотрим. Перезарядка всего барабана 32,6 секунды. И перезарядка между снарядами в барабане 2,7 секунды. Ну, 2,7 секунды. Это очень интересный момент, потому что, смотрите, время сведения орудия такое же, 2,7 секунды. То есть, если не отводить, не дергать мышкой, не ворочать своим танком, ну, не поворачиваться, то, собственно, вы как раз полностью сводитесь к тому моменту, как следующий снаряд в барабане перезарядился. Разброс на 100 метров 0,37. В целом, показатели сведения и разброса не самые большие, ребята. Вот, видите, как раз только снаряд зарядился. Снаряд можно сразу... Мы видим полный круг сведения уже, ну, минимальный, что танк свелся. В целом, показатели сведения и разброса не самые большие, но и не самые маленькие. То есть, и не хорошие, и не плохие. Довольно крупное сведение 2,7 секунды. Довольно долго. И это зачастую все равно будет подбешивать, хоть оно и совпадает с перезарядкой. Ну и разброс на 100 метров 0,37 нельзя назвать плохим, но и прям хорошим идеальной точностью тоже нет. В целом, средненько, очень средненько. Боезопас 66 снарядов. Ну и, как я уже сказал, боезопас барабана 3 снаряда. По живучести, по прочности особых рекордов здесь нет. 1000 хп у фаша. Неплохая броня лобовая. 150 миллиметров, ну, только для одноуровневых и более низкоуровневых танков она будет решать. Но, опять же, очень слабые зоны. Вот это место, башенка, по-моему, какой-то там обзорный прибор, точно не помню, как называется. Ну, в общем, сюда нас пробивают. В эту башенку пробивают. Ну, чаще именно вот в эту стреляют. И это реально всю фошевую, ой, АМХ-овую броню сводит зачастую на нет. А в целом, броня корпуса 155 миллиметров, ой, 150 миллиметров спереди, под хорошими углами. 55 по бокам, 40 сзади. Ну, борта картонные. Сзади, понятно, тоже все картонное. Это единственные такие сильные места. Это маска орудия, вот эти плиты. Опять же, если противник только лютые кумуляки не будет заряжать. Ну, и вот это слабое место, которое портит нам всю-всю броню, в которую нас пробивают даже низкоуровневые враги, это, конечно, большой минус. По подвижности масса танка где-то 50,5 тонн у вас будет и мощность двигателя 850 лошадиных сил. Соответственно, удельная мощность получается 16,81 лошадиных сил на тонну. И максималочка у нас получается 50 километров в час вперед и очень, кстати, неплохая максималка вперед и, соответственно, очень низкая максималка назад. Назад максимальная скорость всего 13 километров в час. Это будет немножко подбешивать. Скорость поворота танка 28 градусов в секунду и скорость горизонтального наведения 26 градусов в секунду. Без рекордов, близко скорость поворота к показателям какого-нибудь среднеподвижного тяжа. Такого не прям-прям сарайно-медленного, такого среднеподвижного. Вроде-то, я не знаю, советских каких-нибудь тяжей. Ну, да ладно, давайте про углы поговорим, потому что тоже очень важный момент. Горизонтальная наводочка у нас минус 10 влево и плюс 10 вправо, соответственно, пушка поворачивается. УВНы не назову плохими. Минус 6 вниз и плюс 18 вверх. УГНы не очень большие. УВНы тоже не очень большие. Все очень средненько. Нету рекордов, но нет прям каких-нибудь там нулевых углов, как у некоторых заднебашенных, особенно ПТ-шек, случается. Здесь такого нет. По маскировке довольно слабенько. 13,29% незаметность стоя и в движении 8%. Ну, там около 8%. Я назову эти показатели, скорее, не очень комфортными. Можно сказать, прям даже в минус. По плюсам и минусам, что можно в итоге отметить? Неплохая лобовая броня, но опять же очень слабая зона на крыше и вот эта штука будет вам сильно мешать. Хорошая, довольно максимальная скорость. В целом скорость поворота для ПТ без башни более-менее. Все равно, я считаю. Довольно большой боезапас и наличие барабана с неплохими показателями пробития на топовой пушке. Минусы. Три большие уязвимые башенки на крыше. Две спереди и одна вон еще сзади есть у нас. Это прям конкретно плохие места. Все их будут выцеливать. Слабое бронирование бортов, кормы и крыши. Большой разброс от поворота. Долгое сведение топовой пушки. Довольно низкий запас прочности. В общем, ребята, там еще и по экипажу, по-моему, больше становится экипажа, чем на прошлом танке. И приходится вроде бы лишнего наводчика обучать. Ну, в общем, действительно, у АМХ от C48. Чего ж мне этот фож в голову засел уже. Скоро буду на него обзор писать. Действительно, очень большие минусы. Ну, как бы пишут вот в гайдах, что машина должна являться универсальной в игре. За счет брони она как бы должна играть на продавливание, быть штурмовой ПТ. Но ничего такого нету. То есть все знают слабые места и АМХ в ближнем бою очень жестко в них выцеливает. Поэтому вся ваша хорошая лобовая броня сходит на нет из-за вот этих неприятностей сверху. Потом должен тогда уж во второй вариант игра на дальних дистанциях. Но опять же, не самые высокие показатели маскировки и не идеальная точность орудия после выстрела вас будут, скорее всего, светить. И даже с дальних дистанций выцеливать все равно огромные ваши слабые зоны. Особенно точные орудия, те же немецкие тяжи. В общем, все это делает АМХ, мне кажется, довольно-таки трудной ПТ. Не назвать ее прям очень плохой, но играть на ней реально трудно. И хороший им бой какой-то я бы не назвал. Даже ближе, действительно, к такому неприятному танку. Вот такое у меня складывается впечатление в этой машине, ребят. Но опять же, ваше мнение, жду в комментарии. В целом, приходится именно избирать засадную тактику. Ставить, наверное, масксети, стереотрубы сюда по оборудованию, пытаться. И тогда уже обзор, кстати, тоже из минусов забыл про обзор сказать. 370 метров всего у нас максимальный обзор. И дальность связи радиостанций 750 метров. 370 для ПТ-8 уровня. Не очень приятный тоже обзор. Надо жестко его улучшать оборудованием. Придется, скорее всего, вам, опять же, вот так. Ну, пытаться как-то изо всех сил, за счет оборудования, может, выкачать маскировку и играть все-таки на дальних дистанциях. Ну, потому что очень должен, должен танковать. Но эта броня будет спасать только если противникам тупо и за счет неточных орудий, с большой дистанцией, не удастся попасть вам в слабые точки. Все, только тогда в ближнем бою вас всегда будут туда выцеливать. И, поверьте, будет стабильно пробивать. Ничего вообще не натанкуете. Тем более еще фугасы сейчас все любят возить. Ребят, перед тем, как рассказать про оборудование, напоминаю, важный момент. Как вы знаете, на канале Бомбил Калаев нет рекламы. И видосы выходят каждый день, а то иногда по несколько раз в день. Поэтому большая просьба. Пожалуйста, поддержите канал. Это сделать 2 секунды ровно времени. Канал без рекламы сложно развивать. А вам, чтобы помочь, надо просто подписаться на канал. Я очень стараюсь сделать полезный канал. Пожалуйста, подпишитесь. Но недолго же. Не забудьте потом еще поставить лайк этому видосу. Лайк тоже нереально важен. Пожалуйста, ребят, про палец вверх этот. Не забудьте. Прожмите. Ну и обязательно тоже, очень важно, включить колокольчик в режим все уведомления. Это тоже прям каждый должен сделать. Иначе подписка прям будет плохо работать. Поэтому подписка, потом колокольчик. Ну и когда вы подпишетесь, ребят, у вас сразу же в разделе плейлисты открываются эксклюзивные подборки для подписчиков. Там все распределено по веткам. Есть почти все танки. Зацените. Не, вот вы подпишитесь, колокольчик включите в режим все уведомления. И просто зайдите, проверьте, что у вас будет в разделе плейлисты. Внизу нажимаете на название канала Бомбилка Лайф. И когда на главной канала будете, там вверху плейлисты найдете. Посмотрите, сколько там подборок. Вот не пожалеете. Но только после подписки, колокольчика и лайка. Вот это делаем, потом в раздел плейлисты. Ну и сейчас будет вверху справа в последние 20 секунд. Что? Обзор на всю ветку ФАШБ. По оборудованию скажу, что на профильный слот я поставил улучшенные приводонаводки. Можно также ставить улучшенный прицел. Дальше два слота. Тут все подойдет. Я лично выбрал трубы и масксеть, чтобы эффективнее играть на дальних дистанциях. Но можно встретить и компоновку, и механизмы поворота. Но мой вариант. Первый слот приводонаводки, потом трубы, потом масксеть. Вот лично мой вариант оборудования. Ваш пишите в комментарии. За лайк, подписку, ребят, спасибо. Кто не сделал, давайте прямо сейчас. А мы смотрим итоги. И вверху справа сейчас появится подборка с обзором на всю ветку ФАШБ. Погнали смотреть итоги. Итак, ребят, это просто основной калибр. Мастер. Ну, очень неплохо дамага набил. 4.938. 4 фрага. Опыта тоже нормально. Ребят, быстренько сейчас. Все подписочку нажимаем внизу. Лайк видосу ставим. Это важно. Колокольчик врубаем. И вон справа вся ветка ФАШБ. Зайдите. Либо просто желательного часа зайдите вообще в раздел плейлисты. Посмотрите, сколько там подборок. Очень вам понравится. Я прям гарантирую. Все, ребят, всем удачи. За просмотр обзора спасибо. Увидимся. Пока-пока.